доброе утро доброе утро дорогие друзья всем шалом хорошей недели хорошего дня понедельник сегодня 4 аминакхим ава и 1 августа ведь сейчас разошлось чуть-чуть раньше было прям день в день шло почти а сейчас разошлось и так значит мы находимся 1 августа начинается новый месяц и значит 4 аминакхим ава сегодня вечером наступит кстати йорксайт годовщина смерти аризаля аризаля это был такой великий мудрец в виде он был мудрец кабалы так вот да ну что друзья все мы продолжаем изучать книгу о йом-йом продолжаем изучать тору и сегодня у нас очень практичный такой прям значит шалом из мальдивы майкос пав тоже мальдива кто была одна у нас девушка из мальдива сейчас у нас уже несколько человек переместились на мальдива ну неплохо я думаю что очень хорошо изучать тору на мальдивах да мы в очень тяжелом периоде находимся сейчас действительно очень тяжелый самый тяжелый можно сказать течение года и у меня вчера у одного моего приятеля и значит партнера уже там вместе будем сдавать как раз книгу мишли у него в харькове разбавила ракетами ракетами разбавила фабрику тем вчера эти огромный харьков и надо же будет было прямо попасть в здание в его фабрику удивительно значит несколько человек у меня вот и аризаль умер да получается мы годовщина смерти его отмечаем пятого ава но он-то умер пятого ава и он был очень молодой аризаль был очень молодой когда умер ему сорока не было насколько я помню это страшно а до этого у него за готовлю до этого сын умер потом он умер и робин ахман умер но робин ахман умер не сейчас но неважно а что у нас важно сегодня пишет нам книга йом-йом любая честная рыба пишет нам так сколько бы усилий не прилагал человек ему не заработать денег больше чем ему предопределено творцом значит каждый из нас пытается заработать все мы хотим заработать и каждый хочет заработать максимум то что возможно да все любят ну не знаю все может быть слова не надо использовать большинство людей любят деньги особенно когда деньги заходят на счет их больше чем тебе нужно то это приятно всегда то есть это вот это ощущение о котором сказал перте вот бензума в четвертой главе он сказал миа шир кто богатый а самая бахалко тут дура своему делу то есть тот богатый человек у которого он радости потому что у него есть отлично значит заходят деньги уходят деньги и чем зарабатывает у него больше чем ему надо идеальная жизнь здесь написано так сколько бы усилий не прилагал человек чтобы заработать больше допустим ему не хватает у него расходы в месяц 100 рублей а вот зарабатывает 50 ему не хватает 50 рублей и он думает но я 50 же зарабатываю значит я буду сейчас работать два раза больше работает два раза больше все чтобы заработать 100 и так вот он заработал и у него тут штраф за парковку и он 50 рублей опять должен он думает нет я буду сейчас работать еще больше только он заработал 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 бах заболел что же он думает за дела такие да или он зарабатывал, вложил в банк, потерял. А он, оказывается, не читал четвертого Минаха Мава в книге о ее объеме. Написано так. Сколько бы усилий не прилагал человек, ему не заработать денег больше, чем ему предопределено Творцом. И дальше дается нам совет. Человеку надлежит сделать все, что зависит от него. Но он постоянно должен помнить, что все его старания, это не более чем дополнительный фактор. Не главное, а дополнительный. Главное это благословение Всевышнего. Заслужить благословение можно только следуя указаниям Всевышнего. И нам дается основные указания, от которых зависит заработок. Личные усилия обязательно. Дальше. Молиться в Миньяне. То есть молиться не самому, а именно в Миньяне это касается мужчин, еврейских мужчин, которые соблюдают заповеди. И они, можно помолиться дома, а можно идти в синагогу. И это очень непростая вещь. Каждый день ходить в синагогу три раза и молиться в Миньяне. Но тот, кто может это делать, то это как бы повлечет увеличение его заработка. Второе. Строго соблюдать субботу. Да, это очень важно. Строго соблюдать субботу. Третье. Тщательно следовать законам кашрута. Значит, есть кошерную пищу. И четвертое. Учить своих детей у честных и богобоязненных учителей. Все. Значит, если это соблюдать и работать, да, то тогда будет дополнительное благословение. Здесь есть известно много шуток на эту тему. Как приходили к РЭБу и просили благословения на заработок. А он говорит, да, я благословение дам, но мое благословение работает только с 9 вечера до 9 утра. А люди спрашивают, а почему с 9 вечера до 9 утра? Он говорит, потому что с 9 утра до 9 вечера надо работать. То есть надо сделать ту часть, которая твоя. Но здесь нам добавили, что и благословения недостаточно, а надо, чтобы был комплекс. И это то, что я всегда говорил, что очень важно на любую, на любую ситуацию смотреть комплексно. То есть на каждую ситуацию владеет много разных векторов. Разных, разных векторов. И в общем-то нужно все учитывать. Если не получается у человека получить то, что он хочет, у него есть множество вариантов, которые он еще не использовал. Вплоть до последнего варианта отказаться от того, что он хочет и захотеть что-то другое. Это последний вариант. Можно желание. Это тоже же это нечто, что ты производишь. Это то, что ты внутри выстраиваешь себе некую модель. И если есть желание, но оно еще не выполнено, значит, у тебя есть 100 вариантов, как включая просить благословения, учиться, молиться в меня, делать разные сгулоты. Там такие сгулоты, это волшебные средства. Вот у меня женщины скажут, например, а если я женщина, какой меня? Женщины не должны молиться в меня. У меня после того, как родился у нас женой первый ребенок, первого ребенка мы назвали Эли Шама, Бог меня услышал, то есть он родился в заслугу молитвы. А потом не было детей, не было, не было, не было, пять лет не было детей. У меня жена ходила 40 дней подряд, не пропуская ни одного дня, ходила к стене плача, молиться о ребенке, специально шаббаты, праздники, дожди, солнце, снега, все, 40 дней подряд идти было у нас от дома 40 минут, ехать 40 минут, значит, ну, и она вот каждый день, оп, и в этом году у нас родился ребенок. так вот, так оно работает. То есть, молитва, здесь, когда говорится, что в миньяне, то имеется в виду, для мужчин это соблюдать правила, идти все время искать миньян, а для женщин это максимально молиться, вот каждый день, например, в одно и то же время, то есть установить себе ненейте дополнительные усилия в молитве, которые, молиться за других людей, например, взять на себя, мне рассказывал буквально два шаббата назад, в синагоде, один парень рассказывал, как он женился, он говорит, я не мог долго жениться, и у меня товарищ не мог долго жениться, и мы договорились с ним, когда, что я буду каждый день за него читать псалом его дня рождения, то есть, вот ему 20 лет, например, на 21 год, или кому 30 лет, 31 псалом, буду каждый день читать псалом за него и просить Всевышнего, чтобы он женился, а он также за меня, и начали мы друг за друга читать псалмы, и в течение двух месяцев оба женились, хотя до этого не могли жениться, и он говорит, я прошло несколько лет, и я тоже с тем-то там разговаривал, и он тоже жаловался, вот не могу жениться, все, я ему говорю, давай буду за тебя читать псалом, начал за него читать псалом, я за него начал читать, он за меня, за мою какую-то просьбу просить у Всевышнего, чтобы Всевышний эту просьбу выполнил, и тоже он женился там в течение месяца или двух, понятно, да? Хорошо, теперь, значит, дальше, вторая книга, обретение неба на земле, обретение неба на земле, здесь пишет канадский раввин о 365 каких-то идей Рэбе, которые он объясняет, вот он здесь объясняет такую интересную идею, все в Рэбе было чистейшей добротой, даже его представление об Аде было добрым и великодушным, насколько это возможно, что говорил Рэбе про Ад, он говорил так, люди неверно представляют себе Ад, на самом деле это не материальное место, где есть все, что и в нашем мире, то есть представьте, модель, которая есть все, что и в нашем мире, но существует оно бесконечно, и получается так, зачем бы вы не гнались в нашем мире, вы будете гнаться и в бесконечности, это Ад, то есть тогда получается, что тот недостаток, который есть у каждого из нас, то есть получается, у каждого человека чего-то не хватает, и в Аду эта нехватка станет превалирующим чувством, ну то есть главным чувством, и она будет продолжаться бесконечно, ее нельзя утолить, когда эту жажду, теперь получается, что здесь люди есть тоже, которые живут в Аду, это люди, которым всегда не хватает, им плохо, им прямо вот конкретно, им плохо, потому что им не хватает, и они на этом делают акцент, они на этом, как бы сосредотачиваются, они на этом, это видеть полупустой стакан, полуполный, да, вот это как раз об этом, только есть люди, которые видят все время полупустой стакан, и они сильно хотят, вот они прям, вот этого нету, а мне надо, а то, что есть у меня, не, мне его не надо, а вот, вот, если бы мне вот часто это дали, я был бы самый счастливый, но мне же никто этого не даст сейчас, так я не буду счастливым, понятно, да, идея? очень интересная идея, простая, значит, путь к краю на земле, это благодарность, и позитивное мышление, полуполные стаканы, и благодарность за то, что есть, это является двумя главными инструментами, того, чтобы установить здесь рай, то есть, понятно, да? Хорошо, двигаемся дальше, 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 недельная глава, недельная глава, книга дворим, мы начали читать, и книга дворим, значит, Мошар Абейну, он дает увещевание вирейскому народу, и он им говорит, «Эка и сали вади тархахем в эмасахем в эривхем», он говорит, «Как мне нести одному вашу, значит, тирху, тирху это, ну, тирха, на русском, тирха, вот, забота, да, можно так сказать, забота, тирха это забота, как нести мне ваши заботы, ваши, ваши тяжести и ваши раздоры?» Мошар Абейну говорит, «Смотрите, вот вы все время, вам то не так, это не так, значит, все вам забота, ой, как же я буду жить, а как я то, а как это?» Потом он говорит, дальше, все время вы, на себя сами тяжести, знаете, они же были в пустыне, у них же был ман, у них все было на обеспечении, но они все равно волновались, а вдруг мана не хватит, помните, в пятницу выпадал ман на два дня, и нельзя было запасать его, в субботу нельзя было выходить, собирать ман, но были те, которые выходили, и они не верили, что каждый раз, что хватит нам полностью на шабаты, всем нам хватит, то есть человек, который, нет у него веры и доверия ко Всевышнему, он все время боится, чтобы было полное спасение тем, кто был в Николаеве, это страшно, то, что сейчас творится, очень страшно, конечно, очень страшно, то, что творится, война, и в данный момент, сколько, вот просто было бы сделать все люди счастливыми, остановить войну и вернуть все, как было до войны, если бы все вернулось, как было до войны, то я уверен, что все, кто сейчас участвует в этих военных действиях, они бы сказали, я самый счастливый человек в мире, особенно те, у кого кто-то, не дай бог, погиб, ранен, покалечен и так далее, они бы сказали, зачем нам это все нужно, пожалуйста, верните, как было, мы будем самые счастливые, каждый день будем прыгать до потолка от радости, только верните нам в мирное время, но в мирное время было для многих не так радостно, да, вот, поэтому нужно оценить то, что есть, всегда может быть хуже, дальше, Мошарабей, но дальше, возьмите себе людей, хохамим, мудрых, неваним, проницательных, ваидуим, и известных, во все ваши колена, и поставьте их во главе вас, значит, нужно было найти, сейчас, значит, нужно найти судей, обязательно нужно поставить правильных лидеров, потому что, если лидеры неправильные, то есть, как тут не крутим, мы все в руках этих лидеров, это ужасная ситуация, да, когда какие-то лидеры, непонятные, да, принимают решение, начать войну, продолжить войну, усилить войну, ответить, не ответить, там, и так далее, и народ, народ потом берет, как бы, народ же всегда делает, люди просто делают, и дальше эти лидеры, они, если они хорошие, честные, добрые, проницательные, они делают мир лучше, а если они, как был Гитлер, чтобы стерлось его имя, да, он втянул всю войну, всю Европу в войну, да, 80 миллионов человек поднимо, это страшно, это реально страшно, теперь появляется, там, Советский Союз, появился Горбачев, да, такой, и говорит, давайте сделаем свободу, гласность, там, какую-то, ну, действительно, дадим людям возможность просто высказывать свое мнение, далее, бах, пошло, поехало, значит, Советский Союз распался, все страны, и в каждой стране появляется какой-то свой лидер, который ведет страну куда-то, Казахстан, там, Нур-Султан Азарбаев, значит, вел страну в одном направлении, там, где-то в другой стране, в другом направлении, в третьей стране, в третьей, и мы видим, насколько по-разному разные страны, да, то есть мы видим, те же прибалтистские страны, они вошли в ЕС, в Евросоюз, и нормально, там, европейские страны, а те же там, например, какие-то страны азиатские, они так остались азиатскими, да, этими странами, хотя, в Азии-то есть, Дубай, есть там, вот эти все, Восток, то есть мы видим, насколько от лидера зависит то, что будет со страной, в Сингапуре появился какой-то лидер такой, Сингапур входит в пятерку сейчас самых развитых стран мира, а была отсталая, возьмем два народа, один народ, Северная Корея, Южная Корея, совершенно два, две разных страны, две разных системы, народ один и тот же, и мы видим, насколько народ зависит от лидера, Северная Корея, лидеры, вот эти вот, семья это, не помню, как они называются, которые вот, вся эта семья, они из поколений, уже несколько поколений, они правят, это Северная Корея, и Северные Корейцы, это, ну, просто один народ, а Южная Корея, у них по-другому все, это, хотя народ по национальности, это один и тот же народ, или там Индия и Пакистан, то есть мы видим, насколько от лидеров зависит все остальное, теперь Машир Бейну поэтому и говорит, возьмите себе главное, поставьте правильных людей и перечисляйте их качества, они должны быть умные, проницательные, известные, и, значит, что, и что вы ответили, и вы отвечали мне и сказали, хорошо то, что ты говорил делать, и тут Устная Тора, она говорит, что это было как раз, его было порицание, где здесь порицание, он нам говорит, поставьте судей, они говорят, классно, поставим, Устная Тора нам добавляет, вы моментально приняли это с удовлетворением, а надо было вам возразить, наш учитель Маше, лучше мы будем у тебя и у твоих учеников учиться, зачем нам нужны еще какие-то судьи, однако я знал ваши помыслы, вы говорили, теперь над нами назначено будет много судей, и вероятно, среди них будет мой родственник или мой знакомый, и тогда уже я смогу, конечно, хорошо заживем, если судья мой знакомый, это самое все, а если судья незнаком будет нам, так мы ему дадим взяточку, и он будет за взятку работать, то есть он им это сказал, что вы согласились сразу на суде, это он им сказал в виде, в виде о-ха-ха, увещевания, да, он пишет, и взял я глав ваших колен, мужей мудрых и известных, мудрых нашел, видите, а он им сказал мудрых и сообразительных, но сообразительных не нашел, нашел только мудрых, и поставил я их главами над вами, тысячников, сотников, пятидесятников и десятников, то есть поставил я всю систему власти, поставил Мошера Бейну, значит, для судей, ему и вот тесте Тро советовал там всем качеств судьи, он нашел только судей, обладающих тремя качествами, да, значит, в общем, и дальше он им говорил о том, как надо судить, что должно быть как малое, так и большое дело нужно выслушивать, нету, то есть судья, он должен быть абсолютно честный и абсолютно беспристрастный и абсолютно одинаковый ко всем людям и ко всем делам, нельзя сказать, это дело большое, это маленькое, это человек важный, этот не важный, нет, главная основа справедливого общества это справедливый суд, если в стране нет справедливого суда, одинакового для всех людей, то это общество что оно не может устоять, то есть главное, на чем стоит развитое человеческое общество, это справедливый суд, который одинаков для всех, вот, и теперь мы можем посмотреть в наших странах, действительно ли судебная система, она честная, и если судебная система, она нечестная, тогда у этой страны нет шансов устоять, и в итоге все равно она упадет, все, теперь, дальше он сказал, это было обращение к народу, к судьями, что это самое главное, и выступили от Харева, от горы Харев, когда получали Тору, прошли всю пустыню, и вот, значит, и сказал я, значит, не бойся и не страшись, это сейчас касается каждого из нас, потому что мы каждый заходим, как в новую землю, да, новая земля, кстати, если вы, Карататолия, интересно, есть книжка, называется «Новая земля», новый этап развития мира, я у большинства русскоязычных людей, которые слушают мои уроки, то сегодня наступает новый этап в жизни, реально новый этап, потому что ружится, но реально, как бы, тот мир, в котором мы жили, он разрушен этой войной, и непонятно, куда это двигается и когда это закончится, потому что война между Северной и Южной Кореей длится уже 70 лет, и не заканчивается, и нет никаких предпосылок, что они вдруг помирятся и закончатся, да, то есть между ними граница, атомное оружие стоит с той стороны, и, значит, только это не позволяет им опять начать воевать, что вполне возможно, что такая же ситуация будет и здесь, и каждый из нас должен в этой ситуации начинать, особенно страшно тем людям, которые именно находятся в эпицентре военных действий, потому что как раз вот это вот вся, ну вот эпицентр, это самое страшное, да, когда летят бомбы, но все остальные тоже находятся в новом этапе, 5 миллионов беженцев, 10 миллионов переселенных уехали со своих мест, и это, нам казалось, что корона это страшно, но в короне хотя бы все сидели дома, а сейчас нету дома, то есть сейчас начинается новый этап, поэтому то, что сказал Машир Абейн тогда народу Израиля, он сказал так, «Ре, Натан, Ашамил Кэх, Алифанэх, Айта, Арец, увидь, что Бог дал перед тобой всю землю, Але, поднимайся, унаследуй, возьми себе кусочек, Кашер Дибер, Ашамил Кэх, Абусэх, как говорил Бог отцов твоих, «Не бойся и не бойся», значит «Аль-Тира в Аль-Тихат», «Тира» это бояться, а «Тихат» это быть подавленным, «Не будь подавленным», «Не будь подавленным», «Не бойся», то есть все будет хорошо. Все, чтобы Всевышний выполнил все запросы вашего сердца для вашего блага, дал здоровье тем, кому нужно здоровье, благополучие, кому нужно благополучие, хорошую семью, отношения хорошие тем, кому нужно, и чтобы новый этап, он был прям обязательно к лучшему, чтобы вы ощущали это. Первое – благодарность, второе – позитивное мышление. Два инструмента, которые помогут вам получить небо на земле в любой ситуации. Все, всем пока. Продолжение следует...